Приветствую учащихся 10 класса, а также всех любителей химии. Одной из ключевых тем в органической химии является раздел «Карбоновые кислоты». Для успешного освоения данной темы необходимо разобраться в классификации карбоновых кислот, изучить основные принципы номенклатуры и измерения данной группы органических соединений. Сегодня свое внимание мы сконцентрируем на химических свойствах насыщенных одноосновных карбоновых кислот. Попробуем разобраться, что общего и в чем различие карбоновых и сильных неорганических кислот. Для продуктивной работы приготовьте вашу рабочую цитрадь, учебник и ручку. Карбоновые кислоты – активные химические соединения. Перед вами структурная формула молекул уксусной кислоты. Как и у всех представителей карбоновых кислот, здесь присутствует карбоксильная группа. Которая представляет собой сочетание карбонинной и гидроксильной группы. Такое сочетание атомов приводит к их взаимному влиянию друг на друга. Конечным итогом такого взаимодействия является усиление поляризации атома водорода в гидроксильной группе. Это приводит к отрыву положительно заряженного иона водорода. Таким образом, молекулы карбоновых кислот способны к диссоциации, распаду на катион водорода и анион кислотного остатка. Этот процесс обратим. Степень диссоциации карбоновых кислот по сравнению с неорганическими кислотами довольно низкая. Из приведенной ниже таблицы мы видим, что в растворе соляной и азотной кислот 92 молекулы из 100 распадаются на ионы. В растворе уксусной кислоты всего около 14 молекул из 1000 будут диссоциировать на ионы. Из курса химии седьмого класса я хочу напомнить вам определение. Кислоты это сложные вещества, в состав которых входят атомы водорода, способные замещаться атомами металла и кислотные остатки. Это определение в том числе относится и к карбоновым кислотам. Схематично кислоту можно представить как кислотный остаток и один или несколько атомов водорода. Продукт замещения атомов водорода на атомы и металлах называется соль. Соляная кислота. Остаток хлор. Соль хлорид. Серная кислота. Сильная, двухосновная. В растворах 100% диссоцирует мионы. Соль сульфат. Уксусная или этановая кислота. Одноосновная. Соль. Ацетат. Бутановая кислота. Соль. Бутануат. На следующем слайде представлены формулы первых пяти кислот, принадлежащие гомологическому ряду насыщенных одноосновных карбоновых кислот, а также формулы и названия соответствующих кислотных остатков. Название соли состоит из названия соответствующего алкана, так как кислоты насыщенные, и суффикса «ат». Соль муравьиной или метановой кислоты называется метаноат или формиат. Соль уксусной или этановой кислоты. Этаноат или ацетат. Пропановый – пропанаат. Бутановый – бутаноат. Пентановый – пентаноат. Карбоновые кислоты проявляют типичные для кислот химические свойства, которые обусловлены подвижностью атома водорода карбоксильной группы. Они изменяют цвет индикаторов. Лакмус и метилоранж приобретают красную окраску. Образуют соли в реакциях с активными металлами, оксидами и гидроксидами металлов, вступают в соединение с аммиаком, а также способны вытеснять более слабые кислоты из их солей. Обратите внимание на то, что сила карбоновых кислот тем меньше, чем больше углеводородный радикал в молекуле кислоты. То есть самая сильная кислота – муравьиная. Яд рыжих лесных муравьев наполовину состоит из муравьиной кислоты. Кислота используется и как сигнал тревоги, и как химическое оружие для незваных гостей. Разберем более детально кислотные свойства насыщенных одноосновных карбоновых кислот на примере уксусной кислоты. Итак, проведем несколько опытов. В первой пробирке у нас находится латмус. Индикатор в нейтральной среде имеет фиолетовый цвет. При добавлении уксусной кислоты краснеет раствор. Магний – очень активный металл. При добавлении уксусной кислоты наблюдаем выделение пузырьков газа. Нерастворимый в воде гидроксид меди-2. Наблюдаем постепенное исчезновение осадка. При добавлении к карбонату натрия уксусной кислоты мы наблюдаем бурное выделение газа. Химические свойства уксусной кислоты сходны со свойствами неорганических кислот. Уксусная кислота реагирует с оксидами металлов. Убедимся в этом на примере реакции с оксидом двухвалентной меди. При обычных условиях реакция идет очень медленно. Нагревание ускорит процесс. Оксид меди очень быстро растворился. В пробирке образовался ацетат двухвалентной меди. Попробуем записать уравнение протекающих реакций. Уксусная кислота взаимодействует с активными металлами, стоящими в ряду активности до водорода. В результате реакции с магнием образуется соль, ацетат магния и молекулярный водород. Формула ацетата строится по принципу соответствия валентности. Ацетат и он одновалентный. Магний двухвалентный металл. Следовательно, один двурукий атом магния может быть соединен с двумя однорукими кислотными остатками. В реакции с алюминием образуется ацетат алюминия. CH3COO трижды алюминия. Давайте расстанем коэффициент к этому уравнению реакции. Данное взаимодействие относится к окислительно-восстановительным реакциям, где атом металла окисляется, отдает свой электрон, а атомы водорода карбоксильной группы восстанавливаются. В реакции уксусной кислоты с оксидом меди-2 образуется ацетат меди-2 и вода. В реакции с амфотерным оксидом алюминия образуется соль, ацетат, алюминия и вода. Насыщенные одноосновные кислоты вступают в реакции со щелочами, амфотерными гидроксидами и нерастворимыми в воде основаниями. Соль и уксусной кислоты растворимы в воде. Все приведенные реакции относятся к реакциям нейтрализации. Прежде чем приступить к разбору реакции карбоновой кислоты с аммиаком, давайте вспомним, как реагируют с аммиаком неорганические кислоты на примере соляной кислоты. У атома азота в молекуле аммиака присутствует неподеленная электронная пара. Напомню, что электроны имеют отрицательный заряд. И этот отрицательный заряд как магнитом притягивает к себе катион водорода кислоты. В результате образуется сложный катион аммония NH4+. Продукт реакции соль, хлорид аммония. В реакции с уксусной кислотой образуется ацетат аммония. Обладая всеми свойствами растворимых солей, он содержит в своем составе только атомы биогенных неметаллов. В следствии этого данное вещество используется как биоразлагаемый противооблицинительный агент. Органические вещества, способные замещать атомы водорода на атомы металлах, можно назвать кислотами. Сила этих кислот обуславливается подвижностью, активностью атомов водорода. На слайде изображены схемы таких веществ. Чем легче оторвать атом водорода от молекулы, тем сильнее кислота. В ряду находится этанол, одноатомный спирт, вступающий в взаимодействие со щелочными металлами. Фенол, способный взаимодействовать кроме как со щелочным металлом и со щелочами. Слабая неорганическая угольная кислота, уксусная кислота и муравьиная кислота. Сила кислот увеличивается слева направо. Уксусную кислоту используют для получения фенола из фенолята. Продуктом реакции является плохо растворимое в холодной воде вещество – фенол. Напомню, что тривиальное название данного вещества – карболовая кислота. Каждый ребенок начинает изучать химию дома с мамой на кухне. Мама, покажи опыт! Помните то удивление, когда вы впервые увидели, как уксус пролит на питьевую соду, начинает шипеть и пузыриться? Давайте запишем это уравнение реакции. В результате образуется ацетат натрия, углекислый газ и вода. Итак, подведем итоги. Карбоновые кислоты являются очень слабыми кислотами по сравнению с неорганическими. В водном растворе диссоциируют леоны. Степень диссоции крайне низкая. Как и неорганические кислоты, карбоновые кислоты изменяют окраску индикаторов, реагируют с активными металлами, оксидами и гидроксидами металлов, аммиаком, взаимодействуя с солями более слабых кислот. Также хочу отметить, что для карбоновых кислот характерны и другие реакции – этерификация, образование ангидридов, взаимодействие с галогеном. Эти свойства мы рассмотрим с вами на следующем занятии. Более подробно данную тему вы сможете изучить на страницах своего учебника химии. А для самых любознательных у меня вопрос. Вы наверняка слышали такие слова. Уксусная эссенция, столовый уксус, уксусная кислота. Что из перечисленного выше можно считать индивидуальным, чистым веществом? Объясните свою точку зрения. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok